приветствую всех зрителей youtube канала калибра с тем нашего сегодняшнего разговора мирный процесс между азербайджаном и армении и говорить об этом мы будем с политическим аналитиком из армении борисом вас орденом здравствуйте борис добро пожаловать снова на нос на наш канал и азербайджанским политологом ахмедом алили приветствую вас ахмед на нашем канале приветствую спасибо за приглашение мой первый вопрос адресован обоим гостям с вашего позволения попрошу сначала ответит бориса после прорывного заявления баку еревана от 7 декабря об обмене военнослужащими официальные лица и 100 из другой стороны все чаще стали говорить о возможной скорой перспективе подписания мирного договора между странами частности помощь президента азербайджана хикмет гаджиев недавнем интервью немецким журналистам отметил что достигнув значительный прогресс по тексту мирного договора мы также стали свидетелями что с осени прошлого года на границе уже не стреляют и с обеих сторон не гибнут люди а а вот связи с этим не кажется ли вам что стороны уже хорошем смысле прошли точку невозврата или все таки есть риски серьезные задержки или даже срывы мирного процесса если есть то чем они могут быть связаны пожалуйста я думаю это очень важная тема и рад ее обсудить с вами с вашей аудитории главными проблемами которые остаются на пути к подписанию мирного соглашения это видимо готовность или не готовность отягчать его какими-то обстоятельствами по которым еще сохраняются серьезные противоречия если взять всю повестку между ереваном и баку после окончания 44 дневной войны в 2020 году то наверное ее можно разделить на четыре части первая часть это собственно на прекращение огня и приостановление военных действий вторая часть касается границ между армии и азербайджаном и в этом плане есть уже как какие-то подвижки в направлении лимитации демаркации третья часть это разблокирование коммуникаций и четвертая часть которая нашла отражение в трехстороннем заявлении 9 10 ноября 2020 года это ситуация с армянами нагорного карабах есть еще одна тема которая касается гуманитарных вопросов и она не нашла отражение в упомянутом мною документе это гуманитарная тема хотя частично к ней можно отнести и вопрос с военнопленными которые как вы упомянули достаточно неплохо пошел после 7 декабря 2023 года но по сути мы сегодня имеем более менее на консенсусную ситуацию лишь с первым из первой упомянутых мной тем это готовность сторон продолжать урегулирование конфликта без применения силы и желательно без угроз применения силы по всем остальным вопросам противоречий сохраняется достаточно много и если пытаться их решить в тексте того соглашение о нормализации отношений между армении и азербайджаном который сегодня обсуждается я думаю что процесс может серьезно затянуться а поэтому моя позиция в течение последних трех лет заключается в том что не надо пытаться решить все вопросы сразу надо всего лишь договориться о том что вопросы должны решаться мирным путем и дальше вести конструктивные желательно переговоры по всем другим темам если насчет этого будет согласие между ереваном и баку я думаю то что в ближайшие месяцы и в частности мой такой смелый прогноз что это может произойти после президентских выборов в азербайджане можно ожидать подписание рамочного соглашения на данном дополнительный вам вопрос как как вам кажется то есть официальный баку и ереван они думают в том же русле как вы только что обозначили то есть сначала рамочное соглашение а потом все остальное все вопросы которых есть какие-то противоречия мы понимаем что и в ереване и в баку в том числе в кругу принимающих решения могут быть разные позиции по этому вопросу но я думаю что здесь в обеих столицах надо бы прислушиваться к мнению зарубежных партнеров которые не имеют сегодня статуса формальных посредников но я думаю их политический опыт их подсказки их заинтересованность я здесь прежде всего имею ввиду соединенные штаты америки европейский союз в достижении какого-то решения могут сыграть позитивную роль и мы не будем пытаться сегодня я имею ввиду говоря мы на руководители армении азербайджана не столько себя поскольку я в принятии решений участия не принимаю что мы придем к тому выводу что усложнять сегодня переговорный процесс не имеет смысла если мы готовы двигаться вперед то это возможно только достаточно мелкими и скромными шагами спасибо борис ахмед а как кажется вам исход мирного процесса предопределен или еще остались подводные камни обычно таких вопросов мы предрасположены ответить очень пассивно ожидать того что в скором времени нечто подобное может быть подписано но я думаю что в этом контексте мы должны также учитывать то что пути к этому процессу могут быть очень много разных вопросов но одно точно то что они идут сейчас на прямые контакты и во время встречи с санкт-петербург тоже там было скажем так не встреча те контакты которые были они были без посредников да это про это показывает на то что те переговорные процессы которые и приговор на форматы которые были до этого момента они создали очень хорошую почву для того чтобы все процесс пошел по двухсторонному формату одновременно с этом мы должны учитывать очень важный факт когда мы говорим мирный договор что мы имеем ввиду если мы говорим про мирный договор который охватывает весь спектр вопросов я думаю что уже что стороны давно отошли от такого понятия что мирный договор он не будет включать в себя все компоненты это долгий процесс его можно некоторые вопросы можно сохранить на будущее но и при этом рамочное соглашение там уже там уже может входить такие компоненты как дельмитации демаргации границ там и транспортные коридоры разные которые могут соединить армению с внешним мином и азербайджан с нашваном и с турцией дальнейшем то есть мы все это видим но я бы сказал что в этом контексте уже чувствуется понимание что уже есть понимание того что вопросы которые касаются дельмитации демаргации границ они тоже много занимает очень много времени вот поэтому да это тоже откладывается на какой-то не хочу сказать долгий ящик но точно не будет как бы дать чаще этого переговорного процесса но что было очень интересно то что в последних интервью помощник президента азербайджана яхмед гаджиев он начал говорить про коридор который будет сайт нахчан с азербайджан мы с азербайджан пару месяцев назад обидел то что азербайджан отказывается от этой идеи то что через иран это дорога как бы будет более скажем так азербайджан будет рассматривать идея прохождение этого коридора через иран но то что азербайджан вернулась к этой идее это показывает на то что переговоры по этому вопрос ведутся и ведутся очень детально то есть сейчас уже мы говорим про мирный договор который будет ли вот в этом этом договоре какой-то пункт насчет транспортных коридоров если будет то я думаю что азербайджан снова вернуться тем старым условием которые вот там беспрепятственный проход и так далее то есть азербайджан от этого слова не отказался но если армия тоже откажется от этого слова возможно уже тот документ который будет подписано а он уже не будет иметь в себе этот компонент тоже то уже остается практически это возобновление или создание дипломатического отношения между армии и азербайджаном и экономических отношений да это когда будет происходить это возможно то есть я ожидаю что я полностью согласен с борисом что мне тоже кажется что середине начиная с середины февраля до середины марта там появляется очень хорошая так такая окошко для того чтобы был подписан документ ну возможно этот мирный договор он будет равно вот это создание дипломатических отношений открытие посольство армении в баку и посольство азербайджана геревани и возможно мы будем вот это позволит развитию двухсторонного формата но где будет вот если возникнут определенные вопросы вот кто будет в этом плане да вот помогать сторонам двигаться дальше вот этот вопрос остается открытым и те последние вопросы которые мы слышим вот новости про ухода президента шарла мечеля со своего поста то есть там создается очень много интересных вопросов и я думаю что если это ведется в определенных международных площадках эти медиаторы или фасилитаторы заинтересован в том чтобы этот процесс не если даже там возникают какие-то проблемы они решили этот вопрос вот мы находимся на документах что баку и герман должны понимать того что в скором времени могут возникнуть такие вопросы которые в двухсторонном формате они сами должны работать над тем чтобы этот этот вопрос это проблемные вопросы они были как бы то не уничтожили этот формат но еще раз говорю не будем обычно мы даем хорошие прогнозы я уже не буду дальше как вот такие пассивные не хочу чтобы у меня было какие-то пластинашли не но я думаю что между середины февраля есть до середины марта создаются очень много моментов хороших условий для того чтобы этот документ как его не назвали быть подписан спасибо ахмед кстати спасибо что затронули тему маршрута из материкового азербайджана в новчеван у меня был этот вопрос я планировал его задачу позже но раз вы его коснулись то я вдогонку задам вам вопрос да химит гаджиев упомянул об этом коридоре и даже сказал такую вещь что прокладка этого маршрута ни в коем случае не не будет не во вред армяно-иранским отношениям вот тут мне хотелось бы также заострить внимание на иране мы ведь знаем что еще совсем недавно иран был против этого маршрута даже приравнивал это к изменению границ в регионе как по вашему то что сейчас вот баку вот в таком духе озвучивает эту позицию означает ли это что с тегераном была достигнута какая-то уже договоренность в этом вопросе и я попрошу потом сначала ахмеда потом бориса тоже высказаться на эту тему еще раз я повторю то что сказал что баку алипий отказался но если пару дней там у нас а вот помощник президента азербайджана вернулся к этой теме это означает что этот вопрос уже вернулся в повестках дня еще я не думаю что инициатором в этом плане является азербайджан сразу азербайджан отказался премьер-министр армении полетел к тиблиси и объявил про мирный перекресток писк форс а про этот проект и очень долгое время покупка это вообще ничего не говорю а раз уж вернулись значит армянская страна хочет какого-то каких-то объяснений поэтому момент да я ожидаю что реакции ирана возможно будет еще больше таким категоричным скажем так а дело в том что уже есть вот иран и евразийское экономическое сообщество они подписали некоторые документы и получается так что через сейчас у ирана есть больше причин за вид о том что граница ирана армянская граница для ирана имеет больше значения чем это имела скажем так пару недель тому назад поэтому если тигран вот это будет очень весомым аргументом для тиграна чтобы сказать что он имеет такую стратегическую стратегический интерес в том чтобы тут никаких переград для иранских интересов не было создано а я этот я вижу такие препятствия будущем со стороны тиграна но одновременно я думаю что позиция в ереване тоже там видно что как-то этот маршрут проходит через территории армении иран против а как только проходит через территории ирана то все вопросы как-то снимаются то есть я думаю что последние несколько месяцев возможно выше кругах армении тоже вот это как бы этот момент привлекать внимание того что иран вот он работает он против того чтобы этот маршрут прошел через территорию армении и искраться мирный перекресток этой или это инициатива это такая инициатива что показывает что скажем так верование есть очень много людей которые заинтересованы в этом да если раньше это идея было можно было бы назвать идеи только азербайджана а сейчас есть армянское название какие-то идеи это уже идея премьер-министр пашиняна его команды и вот в этом контексте можно его реализовать то есть тут уже да я вижу что иран может как-то более усиленно противодействовать против коридора но одновременно я думаю что позиции еревана поэтому вопрос тоже как бы потерпел изменения посмотрим как будем двигаться дальше но еще раз говорю дальше если армении азербайджан откажется от скажем включать даже этот компонент мирный договор то все-таки можно создавать дипломатические отношения восстановить создавать посольство армении в баку и посольство азербайджана в армении чтобы укрепить вот этот двухсторонный формат спасибо борис что вы скажете по этому поводу иранскому вопросу наверно очень актуально было бы сослаться на на очень свежее заявление секретаря совета безопасности армении армена грекаряна где он подчеркнул четыре принципа по которым на должны восстанавливаться и разблокироваться коммуникации первый принцип это сохранение суверенитета каждого государства на своей территории сохранение юрисдикции этого государства опять же над своей территории это принцип взаимности и равенства если исходить из этого заявления то сегодня главным препятствием для открытия на мигринской дороги является соответствующий девятый пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года согласно которому предполагается что контроль над этим участком будет осуществляться пограничными войсками фсб россии то есть здесь мы видим очевидное противоречие между позиции ереваном и трехсторонним заявлением и исходя из того что вообще вся ситуация вокруг на трехстороннего заявления она кардинальным образом изменилась в последние месяцы если не годы то на говорить о том что именно этот пункт должен обязательно выполняться от него не должно быть никаких отклонений было бы нерационально поэтому я думаю здесь необходимо чтобы во первых армения продолжала продавливать вопрос своего суверенитета юридиции над этой территории во вторых с пониманием к этому на должны относиться отнестись в азербайджане и в турции в принципе мы слышим заявление что это дело армении до какой статус будет иметь дорога главное чтобы связь между материковым азербайджаном и на хичеванским эксклавом была обеспечена а дальше уже дорога на турции и здесь естественно есть по нему должно быть понимание со стороны ирана для ирана ключевым вопросом является полноценное функционирование армяно-иранской границы так как это происходило до этого и если этот вопрос будет обеспечен то в позиции ирана могут возникнуть определенные изменения там еще есть конечно препятствия которые связывают во многом политику москвы и тегерана в нашем регионе то есть и позиции этих двух столиц необходимо каким-то образом дипломатическими усилиями разделить с тем чтобы интересы ирана они не обязательно на сто процентов совпадали с интересами россии в этом я думаю заключается главная задача сегодня на дипломатических усилий армянского руководства а заинтересованность ирана может быть в связи с тем что дорога через мегри она открывает возможности для дальнейшего разговора о направлении север-юг и учитывая или юг-север и учитывая что в этом направлении заинтересован иран то здесь сопоставление и к координации и консолидации интересов она может сработать позитивно а для решения этого вопроса здесь есть очень серьезное домашнее задание для армянского руководства понятно что никто не в баку не в тегеране не в анкаре не будет помогать армении уточнять свои отношения с москвой в плане статуса российских пограничных войск это задача исключительно еревана и он должен эту задачу решать но сюда приплюсовывается и такая техническая задача как способность армянских пограничных войск решать на те вопросы которые частично были делегированы российским пограничным войскам в том числе есть такой пункт в соглашении от 1992 года между ереваном и москвой что подъездные железнодорожные пути должны быть под контролем российских пограничных войск то есть это тоже надо пересматривать учитывая кардинальное изменение геополитической и региональной ситуации без этого конечно многочисленные тупики в которые мы попадаем не могут быть преодолены точнее это не тупик это лабиринт из которого необходимо искать хоть и сложный выход но он есть и для этого необходимо предпринимать усилия и для этого естественно необходимо чтобы было понимание относительно на конструктивного решения в ближайшем будущем между баку и ереваном прежде всего спасибо следующий вопрос ахмеду мы являемся свидетелями того что баку непрестанно говорит о том что является сторонником подписания мира без посредников но тем не менее давайте представим себе ситуацию и она вполне реально что по тем или иным причинам посредника все-таки придется выбирать вот лично у меня сложилось мнение что если придется выбирать между посредниками то баку скорее склоняется к выбору москвы хотя бы по той причине что ее нынешняя позиция позиция москвы не так двусмысленно по отношению к баку как позиция запада и она не озвучить не озвучивает в адрес баку тех претензий которые озвучивают западом запад вы с этим согласны ну я думаю что мы чтобы ответить на этот вопрос мы должны вспомнить те интервью которые были вот я думаю что последние недели полтора там как минимум было три интервью 21 эстонскому телевидению друг гардиона и потом другой перлинским изданием и еще есть встреча министра на стране азербайзана с журналистами эти вопросы все они затронуты я думаю что во всех вопросах говорится что баку открыт для всех платформ которые готовы помочь для того чтобы подписание мирного договора состоялось но сейчас одновременно мы должны учитывать тот факт что основная тема всего переговорного процесса это транспортные соединения которые будут соединять нахчеван с азербайджаном и в этом контексте да то есть то что в баку требует это что москва хочет как быть того что трех сторонное заявление было подписано с участием российской федерации и там имеется подпись третьей стороны это российская федерация и это единственный вопрос который там остается релевантным министром на заявление и даже я думаю что чтобы вот как-то продвигать вопрос по транспортным коридорам транспортным соединениям баку даже вот сейчас пытается вот вопрос награждения российских войск карабаха тоже это как бы скажем так пока предпочитает уважать те условия которые вот создаются в рамках трех сторонное заявление чтобы и транспортный коридор те же самые условия были там соблюдены и было создано те же самые условия то есть в этом вопросе да я бы сказал что баку и москва они в этом плане имеет очень близкую позицию одновременно с этом мы должны учитывать тот факт что сейчас в баку обижен на европейских партнеров на западных партнеров из-за того что в свое время начиная с ноября 2020 года там был такой момент что когда российские войска ролл российских войск для карабанских армян да защита и там создавание некоторых условий для них это как бы в европейских и американских документах это как бы оставало там там предполагалось что такое сотрудничество с российской стороны возможно но когда уже дело касается сотрудничества азербайджана с россии по вопросам по транспортным вопросам который касается транспорт кайтуру сейчас мы видим что да есть определенные месседжи со стороны брюсселя и вашингтона на счет этого но у баку вот скажем так есть мнение что если сотрудничество с русскими войсками карабаха в свое время было возможно почему не должно быть сотрудничество по этому вопросу да то есть это тоже имеется ввиду но возвращаясь к вашему основному вопросу я не вижу ни предпочтений выступлениях азербайджанских овца представителей скажем трак один в том плане что какую-то площадку предпочитает другому все они заявили о том что они хотели вот для азербайджана нет разницы главное что он бельный договор был подписан но зарвозим все-таки предпочитает спасибо ахмед борис я в принципе хочу вам знать задать тот же вопрос но в несколько ином контексте немножко расширить его в контексте армении а насколько ереван вообще готов принять посредничество россии или же это уже стало своего рода красные линии для еревана и еще немножко расширю у баку и у азербайджанцев у армян естественно разные взгляды на то как могла бы россия помочь армении в события в ходе событий последних четырех лет но тем не менее наверное все сходятся в одном что что геополитическая значит фактор армении для россии за это время снизился и соответственно в армении уже не так не смотрят на россию как как раньше как на гаранта безопасности скажите и вот держа вами прошлый вопрос и вот ответьте пожалуйста на вот на следующий приводит ли это понимание к тектоническому тектоническим изменением сознания армянского общества я имею ввиду стало ли она рассуждать в том русле что чтобы построить новую систему безопасности с ближайшими соседями превратить вчерашних врагов в партнеров союзников или все-таки армянское общество больше связывают свое будущее с западом в этом в плане безопасности и если все-таки это запад то связано ли это в конечном счете с реваншистскими настроениями то что беспокоит баку я должен сказать что позиция еревана во всяком случае в последние месяцы на окажется на кристаллизовалась и уже очевидно что на московская российская площадка для армянской дипломатии перестает быть приемлемым но я здесь должен или вынужден разделить позицию еревана официального и свою собственную я об этом говорю уже очень долго что еревану давно должно было ереван давно должен был отказаться от посредничества россии и я считаю что огромной ошибкой было после пражского заявления в 6 октября 2022 года ехать в сочи и встречаться там в трехстороннем формате при председательстве фактически владимира путина я думаю с того момента начались очень нежелательные процессы в армяно-азербайджанском урегулирование которые затянули собственно возможность подписания мирного соглашения или я предпочитаю его называть соглашение о нормализации отношений и мы потеряли очень много времени я думаю на самом деле это было большой ошибкой если для еревана эта ошибка обошлась очень дорого баку и и пережил относительно безболезненно может быть даже с пользой для себя и переиграл на дипломатическом поле своего оппонента или партнера просите борис можно чуть подробнее на этом месте учит разъяснить для наших зрителей что что вы имеете ввиду я имею ввиду очень умело в дипломатическом плане использовал переход или перебегание с одной переговорной платформы или площадки на другую достигая что ему нужно на российской площадке он потом смело мог отказываться от этого на европейской площадке и наоборот я не говорю это в качестве обвинения может быть даже это может быть комплимент азербайджанской дипломатии армянская дипломатия здесь однозначно проиграла именно в этом смысле я хочу надеяться что в дальнейшем позиции еревана в этом вопросе будет последовательной и либо переговоры должны идти на приемлемые для или приемлемых для еревана западных площадках либо это должен быть прямой диалог я всегда был сторонником прямого диалога и воспринимаю западных посредников не как стороны которые имеют свои конкретные интересы в этом вопросе а как стороны которые могут подсказать поделиться опытом и найти какие-то решения которые будут выгодны прежде всего еревану и баку я вообще уже примерно четверть века произношу одну и ту же формулу что для урегулирования конфликта армяно-азербайджанского необходимо воспринимать его как общую проблему для для армении и азербайджан если это будет восприниматься как общая проблема которую надо решать совместными усилиями в прямом диалоге когда всем третьим сторонам которые могут помешать этому процессу это не просто но к сожалению все последнее время но может быть дом 7 декабря 2023 года мы имели ситуацию когда интересы третьих сторон мешали и ивану и баку договориться а может быть сами ереван и баку были заинтересованы использовать факторы третьих сторон для получения каких-то выгод для себя это была игра с нулевым результатом и она не может привести к тому соглашению о нормализации отношений которые всем нам был бы выгоден даже если такое соглашение будет подписано но не будут продолжать присутствовать в армяно-азербайджанском урегулировании сильно быть представленными третьи интересы то и после этого может 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 возникнуть могут возникнуть обострение и конфликт может приобрести новые формы или новую энергию да и поэтому как собственно в плане текста на рамочного соглашения так и по конкретным направлениям о которых мы уже говорили необходимо чтобы диалог шел с позиции того что это наше но общая проблема и мы ее должны решать так чтобы она не воспроизводилась а чтобы эта проблема уходила и здесь конечно есть на проблема реваншизма в армении понятно что любая проигравшая сторона независимо от того насколько это рационально испытывает реваншистские настроения здесь даже обвинять кого-то бессмысленно потому что это естественное наявление явление свойственное человеку да и человеческому менталитету с другой стороны в азербайджане есть конечно настроение что необходимо максимально капитализировать победу со четырехдневной войне и достичь как можно большего но здесь очень надо чувствовать и реваншистом и жила желающим капитализировать победу ту грань за которой возможность соглашения решать общие проблемы она исчезает или сталкивается серьезными трудностями и здесь конечно большая работа наших политиков наших руководителей должна быть проведена над собой и над самим процессом чтобы исключить возгорание новых конфликтов или конфликтных ситуаций спасибо борис я хочу задать вам еще один вопрос потому что он неразрывно связан с предыдущим вот мы тут в баку можем где-то скорее строим догадки относительно того относительно настроение армянского общества а вот армян то есть я у меня в голове три варианта то есть первое то есть относительно подписания мира первое мир нужен во чтобы то ни стало второе нужен но на других условиях и на каких в таком случае и третье не нужен вообще вообще так как не выгоден вот как по-вашему что вы наблюдаете ну это достаточно сложный вопрос задали поскольку для ответа на него необходимо серьезные социологические исследования но я думаю здесь не социология главное а здесь главное найти то решение которое в перспективе по мере его реализации окажется приемлемым для общества то есть эти решения которые могут сейчас вызвать на может быть аплодисменты я в данном случае вспомню предвыборную кампанию в парламент армении 2021 года когда партия никола пашиняна фактически шла на выборы в достаточно сложных для себя достаточно сложной для себя ситуации после поражения в войне но с лозунгами отделение во имя спасения которая касалась нагорного карабаха и даже до оккупации а шуши и гадру за счет этого в общем-то в значительной степени за счет этого никол пашинян очередной раз добился успеха но дальнейшие события показали что такая ориентация на подавляющее большинство подавляющее большинство избирателей она не всегда приносит хорошие результаты поэтому необходимо брать на себя ответственность эту ответственность необходимо было брать на себя и до 2020 года и после 2020 года чтобы принимать те решения которые могут иметь долгосрочный характер и могут на самом деле обеспечить стабильность в регионе и рано или поздно большинство твоего общества поддержит именно эти решения и я думаю в сегодняшнем нашем разговоре мы очертили в основном те возможные выходы из сложной ситуации подробно об этом говорить можно но это значит мы должны будем с вами передачу вести конкретного делимитации демаркации границы конкретно о принципах разблокирования коммуникации конкретно о значит судьбе армян которые проживали в азербайджане судьбе азербайджанцев которые проживали в армении до последней фазы конфликта но я думаю что общее настроение которое надеюсь разделяет со мной ахмет она подсказывает что есть решение что есть решение надо исходить из той ситуации которые мы имеем сегодня даже если какие-то элементы этой ситуации нам не нравятся но они уже сложились это де-факто то с чем мы имеем дело и поэтому поэтому надо смотреть будущее и искать те решения которые как я уже говорил не приведут к новым эскалации благодарю вас а ахмет хотелось бы задать вот такой вопрос мы наблюдаем сейчас очередное обострение по линии азербайджан запад это в частности дипломатический скандал с францией и скандал вокруг парка во французском городке памятник на таван а также вот совсем недавно димарш стороны госдепа когда господин блинкин внес азербайджан список если не изменяет память список наблюдения по свободе вероисповедания также имеется сведения что составление этого списка скорее доклада который послужил так сказать основой для включения азербайджана в этот список также приняли участие деятели из армянской диаспоры сша как по-вашему с чем связано чем связанные вот последние такие выпады запада против азербайджана связаны ли они с ревностным отношением к тому факту что азербайджан и армения проявили инициативу к переговорам без посредников и второй вопрос как по-вашему действует ли запад в этом отношении в унисон с ереваном или наоборот вопреки его желаниям ну я думаю что это что ответ на этот вопрос мы должны вспомнить ту реакцию которая была на двухсторонное заявление 7 декабря до 1023 года сразу маленосная реакция была со стороны в вашингтон а потом присел и все были позитивные реакции я бы сказал турция даже запустила третьем поэтому вот планета страна которая заинтересована в мирном процессе между армией азербайджаном то есть это показывает на то что ту стороны переговорный формат он наоборот даже если документ мирный договор будет подписано тибилиси то это тоже и в этом контексте я никаких проблем со стороны стран европейского союза и сша не вижу одновременно хочу отметить тот факт что все те последние медиа заявления которые были сделаны со стороны азербайджанских представителей вот трек один они все сделаны европейских площадках еще раз говорю эстонская медиа английская рекордом и потом перелинское интервью помощника президента азербайджан то есть это все показывает на то что в этом направлении ведется определенная работа и да есть скажем так это не самые лучшие времена для европейско-азербайджанских америка на азербайджанских отношений но одновременно это мы видим что экономические отношения другие все это сохраняется мы видим что интерес стран европейского союза к странам центральной азии растет без азербайджанская компонента без кавказского компонента в этом процессе участвовать европейские странам европейского союза будет очень сложно мы видели что очень таких сложных условиях грузе была на представлен статус кандидата в членство Европейского Союза. То есть все показывает на то, что и Азербайджан, и стран Европейского Союза, они как-то заинтересованы, чтобы несмотря на ту негативную, скажем так, медиаприсутствие в европейской прессе, в азербайджанской прессе, чтобы были какие-то позитивные калосы, в этом плане Азербайджан, скажем так, за последние 30 лет, что является суверенным правом Азербайджана и что является суверенным правом других, есть очень четкое понимание для Азербайджана. Азербайджан никак не хочет, чтобы кто-то другой ограничивал его связи с внешними игроками, с международными игроками. Поэтому-то, если кто-то хочет Азербайджану сказать, что не надо сотрудничать с другими странами, Азербайджан на это будет очень остро реагировать. То есть, независимо от того, кто просит это. То есть, сейчас мир движется в ту сторону, когда надо определиться, выбирать для себя лагерь. А вот Азербайджан, его дипломатия всегда славилась тем, что он мог балансировать между этими разными группами интересов. Я думаю, что даже в сложных условиях Азербайджан будет продолжить эту работу. Вот поэтому-то, насколько негативной медиаприсутствия сейчас не было бы, медиасвешения не было бы наше дело отношение, стратегические компоненты, экономические компоненты все же остаются достаточно активными. И то, что реакция, которая была со стороны Вашингтона и Брюсселя по отношению заявлений от 7 декабря до 2020 года, показывает то, что, скажем так, я не вижу никаких проблем со стороны Европейского Союза и США, которые касаются этого процесса. То есть, если я правильно понимаю, то даже вот последнее, то, что я упомянул, включение вот этого злополучного списка Азербайджана, он не нанесет никакого вреда ни мирному процессу, ни отношения между Америкой и Азербайджаном. Я правильно вас понимаю? Ну, я думаю, это все, нет, это будет иметь какое-то действие. То есть, если в Вашингтоне очень многие, разные исследователи считали, что реакция Азербайджана на некоторые заявления были, скажем так, чрезмерно активным или там присутствовала определенная, и вот они думают, что те заявления, которые были сделаны, они не заслуживают такой реакции. Я думаю, что эти люди вот после того, что произошло, они поймут, что вот те процессы, которые происходят сейчас в Вашингтоне, именно такие, а они со стороны Азербайджана, они без ответа не останутся. Это будет определенная реакция, но это будет. Но чтобы перейти к какой-то красной линии, чтобы не восстанавливать отношения, я не думаю, что ситуация дойдет до этой точки. То есть, все равно, какие бы, скажем так, напряженности не было, через некоторое время их, возможно, будет вернуть обратно. То есть, в этом плане, я думаю, что то, что сейчас происходит, это рабочие отношения, и давайте будем откровенны, вот когда Азербайджан, который, я думаю, что в регионе, как бы, присутствие разных этнических и разных религиозных групп в Азербайджане, как бы, это уже, скажем так, как минимум реакции еврейских организаций на какие условия для них созданы в Азербайджане в этом плане, это показано то, что в плане религиозной толерантности и этнической толерантности в Азербайджане в этом плане проблем, может быть, есть, но нет такой степени, что его включат тот список стран, которые имеют такую ярко выраженную проблему. У всех стран есть такие проблемы, но Азербайджан точно не должен быть в этом списке. И в этом контексте, это сам по себе, это создает очень много вопросов насчет качества этого репорта, чем вопросы насчет Азербайджана. То есть, те люди, которые знали реальную ситуацию в Азербайджане, те люди, которые были в регионе, были в Азербайджане, видели Баку, я думаю, что у них вопросы, очень много вопросов появятся насчет репорта, чем насчет Азербайджана. Спасибо за ваш ответ. Борис, а что думаете вы относительно этого доклада в контексте взаимоотношений США и Азербайджана? И задам такой вопрос. Ереван, по-вашему, действует в этом вопросе в одной упряжке с Западом? Или, возможно, даже подспудно раздражен таким ходом событий в преддверии намечающихся мирного соглашения? Я позволю себе ответить немножко более общим, чем вы сформулировали вопрос. Мне кажется, что должно было быть понятным, что те события, которые происходили, ну, к примеру, с декабря 2022 года, начиная и в последние месяцы, не могли вызвать аплодисменты со стороны Запада. Я имею в виду блокаду Нагорного Карабаха, я имею в виду те события, которые произошли в сентябре 2023 года, 19-го, 20-го. Понятно, что должно было быть осуждение и на уровне каких-то парламентских структур, и на уровне международных правовых организаций, скажем, судов ГАГи. Но, как мы видим, конструктивное отношение, тем не менее, к армяно-азербайджанскому регулированию на Западе не проходило. И здесь очень важно понимать, что даже если осуждение в основном в том, что происходило в упомянутой мной месяце, было в основном в адрес Баку, я считаю, что нести ответственность за то, что произошло, должны обе стороны, поскольку результат, который мы получили, он, конечно, нежелательный был, но этот результат являлся следствием того, что не были налажены в свое время двусторонние переговоры и двустороннее искреннее и честное обсуждение всех проблем и путей их решений. Поэтому сегодня обижаться на Запад не стоит. Запад ведет себя так, как он вел бы себя в такой ситуации, независимо от того, идет речь об Азербайджане, Армении или о ком-то еще. И очень важно понимать, что такое отношение со стороны, будь то Вашингтон или Брюссель или какие-то европейские столицы, будет до тех пор, пока Ереван и Баку не научатся решать проблемы между собой, именно в двустороннем формате. Если они научатся решать эти проблемы и преодолевать, никто вмешиваться в наши дела, во всяком случае, со стороны Запада не будет. Все привыкнут, что да, возникают проблемы, это, естественно, для стран, которые находятся в таком сложном драматическом конфликте уже много десятилетий. Поэтому главное, чтобы они умели договариваться и выходить из ситуации. И, естественно, обусловливать переговорный процесс между Ереваном и Баку тем, как будут вести себя в каких-то западных столицах, было бы контрпродуктивно. И более частный вопрос, который вы задали, как относятся к активности Запада в плане реакции на то, что происходит в Азербайджане. Я думаю, что на каком-то личном уровне даже среди армянской политической элиты будут и те, которые раздражаются этим, будут и те, которые вдохновляются этим. Но главное не это. Главное, что официальная позиция Еревана не может быть против каких-то шагов международных организаций или западных стран, которые имеют форму поддержки Армении. Было бы наивно ожидать, что армяне скажут, давайте вы не обсуждаете права карабахских армян, давайте вы там не обсуждаете какие-то другие вопросы, которые затрагивают интересы Армении. Поэтому надо максимально от этого абстрагироваться и находить решение именно в двустороннем формате. В этом случае, я думаю, никаких серьезных последствий для того же Азербайджана от активности Запада не будет. Спасибо, Ахмед. Вы согласны с тем тезисом, что в принципе реакция Запада, она напрямую не связана с желанием как-то воздействовать на процесс, а в любом случае, а происходило бы в любом случае, так как Запад это Запад и ведет себя всегда вот так вот одинаково. Ну, я думаю, что вот тот тезис, который Борис начал, то, что двухсторонные отношения, можно очень многие вопросы решить на этом уровне и там можно быть более эффективным на этом уровне. Ну, дело в том, что да, если вот речь идет о защите армянского наследства в Карабахе и так далее, то есть можно организовать совместную комиссию, которая будет изучать те вопросы, которые вот в регионах, которые до 88-го года было, вот в основном там было присутствие этнических азербайджанцев, что случилось с этим наследием. То есть это как бы признание того, что вот между собой мы как бы должны решать то, что исторический вопрос, который нас волнует, тоже должны найти друг другу. То есть вот как будем защищать общие исторические монументы, как будем защищать, скажем так, ландшафт в регионе исторический и культурный ландшафт в регионе. То есть вот такие вопросы можно решить в двухсторонном формате. И тогда уже, я думаю, что очень многие вопросы, которые касаются того, что нам скажут извне, которые, я скажу, ментално азербайджанцы армяне очень близко друг к другу, и у по их народу есть такое, что скажешь здесь, не вот это присутствует. Если в двухсторонном формате можно решить вопросы, то мнение других не будет иметь такое значение. Но я думаю, что в этом плане мы должны учитывать то, что есть очень разные группы интересов, которые хотят как-то наградить этому процессу. Мы видим, что это на уровне 3 к 1, то, что было 7 декабря 2023 года, это большой прорыв, но одновременно с этим есть страны, которые, есть группа интересов, которые как-то хотели бы замедлить процесс. А как этому процессу, как помешать тем людям, которые хотят помешать продвижение мирной повестки дня? И что я говорю, это то, что является частью, может быть частью двухсторонного перегородного процесса. Ну что ж, спасибо, уважаемые гости, за столь интересную беседу. Напомню, что с нами в эфире были армянский политолог Борис Новосардян и азербайджанский политический аналитик Ахмед Алили. Продолжение следует...